С начала года прокуратурой города выявлено свыше 600 нарушений закона, вынесено 95 представлений об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарной ответственности привлечено 93 должностных лица. Вынесен 41 протест, возбуждено 82 дела об административных правонарушениях, объявлено 33 предостережения о недопустимости нарушения закона. Суд направлено 70 исковых заявлений на сумму более 3 миллионов рублей. Прокуратурой города проведена проверка исполнения АО «Ириц-ИНАО» требований законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что на основании приказа в Муравленковский филиал единого расчетного информационного центра в порядке перевода на должность юрисконсульта был принят бывший госслужащий. Однако в нарушении требований закона руководство «Ириц» не уведомило об этом бывшего работодателя. При этом в нарушении требований закона должностным лицом акционерного общества «Ириц-ИНАО» уведомления о трудоустройстве бывшего государственного служащего в управление Федеральной службы судебных приставов по «Ириц-ИНАО» направлено не было. По результатам проведенной проверки руководителю акционерного общества «Ириц-ИНАО» прокуратуры города внесено представление. В отношении виновного должностного лица и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотрена статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Прокуратурой по обращению жителя города проведена проверка исполнения частным охранным предприятием законодательства при оформлении трудовых отношений. В ходе проверки установлено, что между заявителем и работодателем не заключен трудовой договор, хотя работнику выплачивалась заработная плата. Заявителю выплачивалась заработная плата за определенный труд, при этом в расчетных листках заработная плата указывалась как оплата труда. В нарушении требований трудового законодательства трудовой договор с заявителем не заключался, при этом между работодателем и заявителем имелись трудовые отношения. По результатам проведенной проверки директору юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона и надлежащем оформлении трудовых отношений. За причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, осуждена жительница Муравленко. Приговор Муравленко-городского суда, подсудимая судом признана виновной в совершении преступления, предусмотренным пунктом З, часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, с удовольствием наказания в колонии общего режима. Кроме того, приговором суда удовлетворен заявленный прокуратурой города гражданский иск о взыскании в пользу Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего на сумму свыше 180 тысяч рублей. Данный приговор вступил в законную силу. Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о розничной продаже табачных изделий. Установлено, что магазин «Монетка», расположенный по адресу улица Ленина, 91, осуществляет продажу сигарет вблизи учебного заведения Муравленковского многопрофильного колледжа. В то же время федеральным законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий от употребления табака запрещается торговля табаком на расстоянии менее чем 100 метров до образовательных организаций. Таким образом, данным предприятием были нарушены требования федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. И в этой связи прокуратура города в адрес директора предприятия было внесено представление об устроении выявленных нарушений. И в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 14.53 Кодекса Росекретации об административных правонарушениях в отношении юридического лица. Прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов в части доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. Проверкой установлено, что магазин «Монетка», расположенный по адресу улица Новая, 4Б, недоступен гражданам с ограниченными физическими возможностями. Установлено, что на основании договоров аренды арендатором нежилого помещения именно здания «Монетки», расположенного по улице Новой, является предприятие ООО «Элемент Трейд». В нарушении требований градостроительного законодательства и иных нормативно-правовых актов входная группа данного магазина не соответствует предъявляемым требованиям. В этой связи прокуратура города в адрес директора предприятия было внесено соответствующее представление. И в случае, если в течение месяца нарушения устранения предприятия не будут, тогда прокуратура города будет решен вопрос о предъявлении искового заявления в суд. По обращению жителей города прокуратуры проведена проверка соблюдения прав граждан предпенсионного возраста. Установлено, что заявитель в конце января был уволен в связи с сокращением штатной численности организации. Чтобы получить среднемесячный заработок, заявитель обратился в Центр занятости населения. По истечении четырех месяцев мужчина в свою очередь трудоустроен не был, в связи с чем Центром занятости в сохранении среднемесячного заработка на четвертые и последующие месяца в мае 2016 года ему было отказано. Вместе с тем Центром занятости не был учащен тот факт, что данный гражданин является лицом предпенсионного возраста, а также имеет ограничения по состоянию здоровья. В этой связи Центр занятости обязан был сохранить за данным гражданином право на сохранение среднемесячного заработка на четвертые и последующие месяца. Аналогичные нарушения были выявлены также в отношении четырех граждан. В этой связи прокуратура города в адрес директора Центра занятости было внесено представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения представления нарушения были устранены. Данным гражданам восстановлен среднемесячный заработок и в дисциплинарной ответственности были причинены четыре виновных должностных лица. Фактическая выплата данного среднемесячного заработка находится на контроле прокуратуры города. Проведенной прокуратурой проверкой выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах и отчислении страховых взносов на предприятии Ямалтехносервис. В ходе проверки установлено, что организация имеет задолженности в различные фонды, включая социальные, пенсионные и по налоговым отчислениям на общую сумму свыше 970 тысяч рублей. По результатам проверки прокурором города внесено руководству организации представление об устранении выявленных нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Организации приняты меры к погашению образовавшейся задолженности и уже в настоящий момент выплачены более 700 тысяч рублей. Прокуратурой города в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены сайты, где размещена информация о продаже документов об образовании, а также механизмах по блокировке приборов учета коммунальных ресурсов. Положением статьи Уголовного кодекса за использование приобретения поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена из-за использования механизмов, которые блокируют предоставление коммунальных услуг. В связи с чем прокурор обратился в суд о блокировке указанных сайтов и прекращении к их доступу. В настоящий момент в суде находится на рассмотрении более шести заявлений. За их рассмотрением установлен контроль. В мае и июне прокуратурой были проведены проверки соблюдения требований законодательства при обслуживании и содержании многоквартирных домов. В результате оказалось, что в некоторых домах имеются незакрытые на замок чердачные и подвальные помещения. Согласно федерального закона о противодействии терроризму, цель и задачи государства является минимализация туристических угроз и защита интересов граждан. В связи с чем прокурор направил три представления указанным организациям, которые были рассмотрены и удовлетворены. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Фактически нарушения в настоящий момент устранены. Прокуратура проверила территории кустовых площадок, расположенных на территории Пуровского района. Выяснилось, что на месторождениях размещены вагон-городки, в которых проживают работники. Однако работодатель не предусмотрел площадки для хранения твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, тем самым нарушив требования природоохранного законодательства. При проведении проверки было установлено, что организации не соблюдают требования природоохраненного, санитарного законодательства, а именно на территории кустовых площадок места складирования отходов размещены с нарушением указанных требований, в связи с чем прокурорам внесено представление руководства организации, которые были рассмотрены и удовлетворены. Шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. И в настоящий момент предоставлены документы, а также осуществлен выезд на места, и нарушения устранены. Также прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства на Крайнем и Североромановском месторождениях. С работниками проведена встреча, на которой были разъяснены основные требования не только экологических норм, но и трудового законодательства. Муравленковским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Муравленка, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причем это был не единичный случай. В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом его преступлении признал в полном объеме, в саде и нам раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя, а также наличием смягчающих обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на два года. Мировым судом вынесен приговор 36-летнему жителю Муравленка за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Установлено, что подсудимый в конце декабря на почве неприязненных отношений нанес ножевое ранение. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. В судебном заседании свою вину в инкриминируемом преступлении подсудимый не признал. Вместе с тем, с учетом позиции государственного обвинителя, а также наличием смягчающих и отягчающих наказаний обстоятельств, с учетом степени общественной опасности совершенного преступления, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кодексом установлена административная ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, предусматривающее наложение административного штрафа в размере не менее 1 миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг и нового имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. При этом юридическое лицо освобождается от ответственности за административное правонарушение, если оно способствовало выявлению данного правонарушения. Федеральным законом внесены изменения, в соответствии с которыми установлена административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, а равно самовольное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 80 до 200 тысяч, или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет, на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Увеличенные сроки лишения свободы за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Теперь максимальная санкция в виде лишения свободы за указанные деяния составляет в случае причинения тяжкого вреда здоровью человека от 3 до 7 лет, в случае смерти человека от 5 до 12 лет, в случае смерти двух и более лиц от 8 до 15 лет лишения свободы.